Уже в холле величественно и торжественно встречает посетителей сам Александр Сергеевич. Блюст появился здесь в прошлом году. Он был подарен дипломатическим представительством России и стал венцом большой коллекции библиотеки, названной в честь русского классика. В первую очередь здесь собраны интересные издания. От миниатюрных до фолиантов, от современных до поистине раритетных. Это середина 19 века. Сборник произведений Александра Сергеевича Пушкина. Здесь есть и стихотворение, здесь есть и сказки. С ятями. Видите, очень жёлтые такие потрёпанные страницы. Очень сложно было определить, так как здесь оригинальные титульники не сохранились, год издания. Но сохранился, вот вы видите, фрагмент, немного сохранился фрагмент обложки. И здесь с трудом, но читается. Товарищество Вольфа. В Петербурге в начале-середине 19 века работала действительно такая типография издательства Вольфа. И одно из направлений, которое они делали, они издавали, ну, уже классиков тоже, людей, поэтов, которые считались классиками того времени. Кстати, название библиотеки, которой в этом году исполняется 80 лет, на протяжении всей истории существования было связано с Пушкиным. Ранее она даже располагалась на одноименной улице. Сегодня же здесь знают о судьбе великого поэта, если не всё, то много. Например, одно достаточно эксклюзивное издание, хранящееся в фондах, повествует о мастерстве Александра Сергеевича в стрельбе и о том, что Пушкин был профессиональным дуэлянтом. Пушкин по своей сути был опытный беспроигрышный дуэлянт. Он упорно тренировался и в поражении целей достиг небывалого мастерства. Он попадал в карточного туза с расстояния 10 метров. Для увлечённых историй горожан библиотекари подготовили ко дню рождения классика тематический квест. Переходя от этапа к этапу, здесь можно не только прикоснуться к редким изданиям, но и узнать больше об эпистолярном жанре, попытавшись написать письмо настоящим гусиным пером. Обязательно в письме должен быть адресат. Адресат – это тот, кому адресовано письмо. Иногда он может быть вымышленным, но он всё равно есть. Этими отличается пистолярный жанр от мемуаров. Для Пушкина письма были официальные, деловые, светские. На французском он писал, женщина посвящал. Душа моя, обращение к брату. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин считал, что перья из левого крыла больше повторяют изгиб человеческой руки, поэтому старался для рукописи подбирать именно их. Любопытный факт. И таковых в биографии автора очень и очень много. Такой знакомый и такой неизвестный Александр Сергеевич предстаёт перед каждым из нас. А открыть его больше можно и дальше, прочитав бессмертное произведение «Моцарт и Сальери, Евгения Онегина, капитанская дочка» на близком и знакомом каждому из нас русском языке.